Несколько лет спустя Мы рисковали Очень рисковали Мы сами навлекли себя в такую беду Говоря мы, ты имеешь ввиду меня, да? Да это же не я застрелил Он напрашивался на пулю Не сомневаюсь, но я тут подумал Может тебе пора перестать быть тем, кто принимает решения Да я пытаюсь Так ли это? Кажется Нам нужно найти место, чтобы спрятаться Затаиться Может быть дач был прав Может быть надо было просто уплыть на Таити Это все, что мы можем предложить Таить или убийство? Ну правда, Джон, да? Ты хотя бы что-нибудь попробуй Нам нужно пожить где-то дольше, чем пару недель Хорошо Посмотрим, что мы можем найти в Стробер Что ты знаешь о Стробер? Я знаю, что хорошие, честные, трудолюбивые люди Им гораздо хуже, чем злые убийцы Та же веди себя как хороший, честный человек Я всегда честен Может не всегда хорош, но всегда честен Всю жизнь я провела в окружении дураков, чтивших моральный кодекс Вот тебе моральный кодекс Нужно заботиться о людях Перестань вести себя как герои с книжки Что ты вообще знаешь о книгах и героях? Я умею читать их Но ты читай другие книги тогда Это книга Джека, но может быть по большей части он читает Но все равно Ты плохо влияешь на маму, парень Прости, десер, что вы сказали? Я сказал, что ты плохо влияешь на маму своими книгами Каким именем? Ну это Грошевый роман Бой Голуэй Люди с Луны Или как его там Я постараюсь найти литературу получше Значит тебе что-то нравится? Ветераны? Парень Что, сыр? Тебе нравятся истории про Дикий Запад? Теперь уже не особенно Я сейчас читаю книгу про рыцарей, но Круглого стола Король? Как его там? Король Артура, еще Сэр Ланселот, леди Гвивнера Еще много всяких других Эти имена Они, если честно, нравятся Мне тоже Мне тоже Друзья, здравствуйте Это канал Максимадзе И Мы начинаем пятый сезон Начинаем эпилог в Red Dead Redemption 2 Спустя 8 лет После смерти Артура Моргана Мы тут спорим Тут указано Стробери, да? Спустя 8 лет Мы наблюдаем историю Джона Марстона Как он Пытается наладить отношения с семьей Эбигейл Эбигейл И сын Джек Джеку тут уже 12 лет С первого... Че так лагает, алло? С первого по четвертый сезон ему было всего 4 года А сейчас он вон какой взрослый Че, а че все так тормозить-то, алло? Еще и пиксели какие-то видны Я схожу, узнаю, какую хорошую честную работу они предложить могут Копать могилы или полировать сапоги богачам или что-то такое Я тоже постараюсь устроить нас с мальчиком прачечную Или куда-нибудь еще Прошло 8 лет А они ведут такие разговоры, как будто Это было и вчера Тебе помочь, сынок? Я бы сам хотел вам помочь Я видел объявление, что он поможет тут уже Ну да, только ты малый староват, чтобы вкладывать И бегать с поручением Я не гордый, и я готов взяться за все, что угодно Если это честный труд, я оплачиваю Тяжело приходится, мистер, да? Милтон Джим Милтон Мы с женой и наш сын Нас ограбили несколько дней назад Повезло, что живыми остались А сейчас Нам нужны деньги В наших краях встречаются плохие люди Да, не говорите У тебя случаев нету? Можешь отвезти товары на ранчо? Нам надо ехать на запад мимо Жанны Она выезжает тут не да Я не знаю, где это ранчо, но могу выехать сейчас Этим ранчо владеет Гедас Хороший человек Где повозка? Здесь входы Знаете, я покажу жене, а потом вернусь И можно грузить Мои ребята все сами загрузят Ладно Блин, я не успеваю читать некоторые диалоги Быстро говорят Джон Марстон себе бороду усы отрастил Надо будет побриться Я думаю, когда приедем куда-нибудь Туда, где можно побриться Спасибо доктор Эй Как успехи? Да, я нашел работу Я тоже Повезу товары на какой-то там ручей А буду убираться в клинике Да, нормальная жизнь Так и есть, Джон Это путь, ведущий к ней Я поверю тебе на слово Ну и как мы поступим? Я останусь здесь, займусь работой А ты доставишь товары, а потом заберешь меня Окей Джон Я тебя люблю Не забывай об этом Никогда Никогда не забуду Эбигейл и Джон Они до сих пор не женаты Но Потому что не могут Пока жениться Мы загрузили повозку, мистер Мелтон Хорошо, хорошо Езжай помедленнее Гетас не хочет, чтобы его поварты Товарты Это повредил Пронгхорнов Пронгхорнов Понятно Это выговорить сложно На запад Аванджилу Затем на север по дороге Вот это же Потрясающе Короче говоря История Джон уже Давно не в банде Ну, понятное дело После Когда Артур Когда Артур умер Бандер Дача Вандерлинда была расформирована Джон уже Давно Вроде бы не воюет Семьей Отношений налаживает Пытается быть обычным Порядочным Семьянином И мы постараемся Такими же быть Но чувствую Что рано или поздно В перестрелке Придется вернуться О, Аванджина Мы прям мимо Мимо нее едем На север Зайцы бегают Зайцы под колеса Не попадитесь Извините Но Да, что же такое Эпилог Вредит Эдемшин 2 Он не то чтобы Очень длинный Он Он не длинный Он состоит из Где-то 21 миссии Что ли Миссии эти В принципе Небольшие Я думаю Что эпилог Мы пройдем Быстро Примерно так же 8 или 9 Серий Обойдемся А может и меньше И там Закончится Все В первом Родет Редемшин Эпилог Вообще Из одной миссии Всего состоял В первой части Там вообще Надо за Джона Марстона Играть Собственно говоря Пока едем Мы уже почти доехали Правда Да Мы уже приехали Ладно Сейчас доедем И поговорим Тогда с вами Насчет этого всего Вот То самое Раньше Я забыл Как их там зовут Вы здесь Мистер Гэддис Нет Я мистер Диккенс Его Насмотрщик Джим Милтон Я Я привез припасы Из магазина Штробери Че за глюки Хорошо Славное местечко Тут у вас Да Тут очень красиво Они прислали То что вы просили Да Вроде Да Скажите Отсюда Отсюда Как это отсюда да ладно мы сами можем пойти а ну-ка слезайте пока приятель увидимся еще эй вернись если нужно лошадь забираю эту полегче с ними нам не нужны проблемы оружие ум стрелять мы не можем у нас никаких пистолетов все равно нет ничего эй стойте ворюги а ну отдайте мне сюда вас пошли ваш последний шанс жизни сохранить я сейчас как запрыгну в эту повозку и будет пипец ладно ладно мы пошутили мистер передай гельсу пусть примет предложение иначе мы получше шутку придумаем купить ранчо продать продать ранчо да нет уж про на к хорн ранчо бля название конечно сложные о спасибо милтон да эти парни из лам работают на мистера обе не благодарить послушайте я не прошу подарочек или чего-то такого я не шучу если у вас есть для нас работа я буду делать что скажете нас нет нет несколько дней назад ограбили да у нас тут не бывает таких работников ты женат мы будем работать усердно я человек честный а моя жена хотим нет себя светской дамы а тоже работе так я вижу так что стряслось ты ничего не стряслось сэр не считаю ее брата он обманул нас собрал себе ее долю наследства мы честные люди работящие даже ланцелот зачем мистеру гейдису маленький мальчик только рот лишний кормит просто дайте нам шанс пожалуйста я могу за себя постоять и вы это видели да поневоле задумаешься кто бы стал тебя гравить ладно мы дадим вам шанс я изучу мистера гейдис и завтра когда они с женой вернутся спасибо мистер гейдис я съезжу нет останься здесь уже темнее мы сами заберем ее из стробери и привезем ее завтра сюда ты нам нужен здесь на тот случай если эти ублюдки опять нагрянут сюда за домом хозяина есть маленькая хижина если все пойдет хорошо там можете поселить давай иди обустраивайся там завтра будет тебе работа как мистер гейдис вернется и белок часть 1 раньше пронг хорна колесо задание выполнено посмотрим-ка кто это у нас здесь рейчел так зовут коня да а как у нас дела с конюшнями нам все такое загон для лошадей покажите мне а это это типа лошадь привязать сюда можно понятно я просто помню что конюшни давайте сядем на лошадь и покатаемся немного рейчел рейчел блин во первых письма нафиг они нам не нужны во вторых конюшню ближайшую можно найти до ближайших конюшень то тут нет скупщик а нет скупщик лошадей и вот конюшня вот здесь далеко очень далеко 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 я просто реально сейчас хочу сгонять в конюшню здесь нигде нету а в брел блэк водаре есть конюшня отлично давайте съездим туда я как раз вам покажу блэк вода покажу вам блэк вода я просто помню я просто хочу взять еще одну лошадь которая в конюшне прямо должна быть да всяких преступников тут еще хватает тихо 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 не тронет нас никакой хищник тихо тихо да блин сколько тут хищников а тихо 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 да блин еще один что-то каждый несколько секунд появляется новый да новый хищник постоянно это мне немножко как-то непонятно не честно говоря вот короче говоря насчет того что случилось конце четвертого сезона вот я не я честно говоря не понимаю дача почему он пошел против арту рады ну может быть и в принципе можно понять после того что после того как дач вытащил джона марсона из тюрьмы ой артур вытащил джона марсона из тюрьмы дач начал сомневаться в лояльности моргана к банде потому что дача не разрешал это делать а мика был на хорошем счету у дача и даже привел в лагерь двух новых людей но в конце когда артуру не умирает там дача с микой был дача уходит и от микки и от артура не не знаю кого кому верить но неужели он не поверил что мика предатель мика у него на глазах убил сьюзан крим шо которая я слышал была любовницей дача когда-то но он что-то никак не отреагировал на это и это странно немного ну какое счастье что мы больше не воюем с агентами пинкертона и кольмом одрискалом которого повесили это интересно перед тем как его повесили он узнал дача который был одет в законник одного из законник я думаю что узнал надеюсь на это и надеюсь что так тому и быть где дача с микой сейчас находится это большой вопрос я не знаю black water скоро же скоро мы был кодрит а уже будет хищников я смотрю больше нет но по во всяком случае вот мы вышли из леса больше никого я не наблюдаю и кстати вот хватит не с ваших реклам джон марсон что-то использует в качестве прикрытия ну и свою семью фамилию милтон почему именно милтон вот интересно мы мы с вами уже знаем человека с таким с такой фамилией агент эндрю милтон который был застрелен эбигейл в конце четвертого сезона высокопоставленный агент детективного агентства пинкертона а после его смерти агентство вас возглавил его бывший заместитель агент эдгар роз который я так понимаю до сих пор возглавляет пинкертонов наконец-то мы приехали в black water и в конюшни если потерять седло но быть доставлено вашу конюшню понятно что у нас здесь управление своими лошадями пустое стоило а он один все что покупка лошадей странно мне казалось что товары для лошади странно очень мне всегда казалось что по-моему я когда первый раз играл я ходил в конюшню и по-моему я когда я вот 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 в какую конюшню я ехал я ехал в конюшню которая это вот здесь это очень далеко мы туда не поедем это точно а хотя давайте съездим на всякий случай просто проверить просто проверить просто проверим по-моему там просто была еще одна лошадь у нас я хотел забрать ее а что-то здесь ее нет ладно давайте давайте сходим туда почему бы нет ладно туда ехать далеко поэтому чик-чик приехали весь день шаримся по конюшню блин ну ладно мы black water съездили это уже хорошо black water показать надо же было мы там не были ни разу до этого потому что там мы разыскивались живыми или мертвыми до этого давайте посмотрим может тут есть еще одна лошадь по моему просто была еще одна лошадь разве нет не нету стран она ж была очень странно очень странно что нету другой лошади а или можете они не 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 может такого быть не может такого не могло быть короче странно очень странно купим заработаем денег и купим себе еще одну лошадь я просто хочу еще одну лошадь взять куда метку то ставишь балбес короче странно почему нету второй лошади там ты не сиска еще должна была быть лошадь она такая должна быть красноватая такая цвет как у арахиса наверно цветом арахиса наверно короче говоря едем домой тоже ехать далеко поэтому снова чик чик ух прокатались по конюшне мы все без результатов остановись проездились бля давайте посмотрим хижин можно побриться давайте прямо сейчас займемся идем нафиг эту бороду давайте другую так сойдет ладно наверное этого пока хватит будем выглядеть пока вот так сильно бриться не будем пока но выглядит достаточно уютненько комната конечно всего одна это не так много но хоть что-то ладно покатались весь день по конюшне мы вообще без результатов все я просто реально думал что там будет еще на лошадь я когда первый раз играл там по моему была теннистская лошадь я хотел ее прямо с забрать и привести но ее почему-то всего этот раз нету ладно идем на задание раз уж будет вторая лошадь будет милтон подойди-ка сюда мистер гэдис это тот новый работник который я рассказал а я слышал первые часы здесь тебя нелегко пришлось но ты проявил хладнокровие защитил мою семью а допустяки сэр меня зовут дэвид гэдис джим джим милтон спасибо что дали мне шанс сэр мистер диккенс работа и на совесть работа и на совести я тебе обещаю у парня семья тогда тебе придется работать за двоих доброго дня джентльмены вот так-то джон джим милтон за двоих эй подойди-ка сюда мистер диккенс найдите занятия этому джиму милтону в россии чтобы он работал за двоих конечно мистер диккенс идемте сюда сюда мне все равно по пути надо скажите а это не ваша жена сына вон там у повозки да это они не возражаешь если мы подойдем поздоровимся нисколько конечно а это правда что про вас говорят что вы прогнали тех громил слушай давай не будем при моей жене пока вот это обсуждать нет разумеется сэр мистер я не хочу чтобы она это думал об этом да понимаю миссис милтон джим милтон рада видеть тебя в добром здравии этот добрый человек спасибо вам сэр думаю нам здесь будет хорошо мы будем приглядывать за скотом здесь немного здесь славно но я слышал что ты начал работу на ранчо с того что показал кто там главный очень умно джим а что мне надо было делать это были грабители ты решил показать всем кто тут главный да просто зашиби то у меня не было выбора мне надо идти джек ты когда закончишь приходи мне помочь я собирался подоить коров давай я запустим вы хотите подоить коров почему вы нет то не знаю я просто думал что вы я работник ранчо я и новичок к тому же когда вы сюда приехали те те громилы я просто хотел вернуть свою повозку и все ничего такого о совсем ничего такого наконец-то хоть кто то им отпор дает вы сами то откуда будете я с севера в этих краях я уже много лет назад бывал все изменилось приходят богачи и скупают все подряд скупают ранчо но тут не такая привольная жизнь как прежде это точно позвольте задать вам личный вопрос скажите вы стрелок в прошлом был когда-то сейчас уже давно нет значит сейчас вы просто работник да просто работник я перепробовал разные профессии как и многие но ну раз уж у нас есть такой работник теперь мы гораздо спокойнее да это уж точно посмотрим что ты скажешь когда увидишь меня заработать вот он вот наши коровы да раньше было много женщин коров да или они ну почти все поразъехались ясненько ясненько вы не против подойти коров да знаешь я не то чтобы часто доил их просто так и не смог понять как это лучше делать серьезно мистер да и кстати меня джим зовут джим милтон садитесь я покажу вам как надо корове лучше подходить медленно они не особо жалуют резкие движения раз-два 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 все это молоко больше похоже на пену для ванны а не молоко привет пап это ваш малец да? ага эй привет из твоего папаши выйдет знатная доверка да я уж не думал что такое увижу смотри и учись как надо на питание зарабатывать этого хватит джим идите за мной может вы с парнем поможете мне чистить конюшню конечно пошли сыну сколько тебе лет лэнселот двенадцать а даже имя хорошее кстати говоря мне нравится у меня избирательные родители я так и думал принято эту работу не назовешь приятной точнее я знаю что он сказал и мы это сделаем так ведь ну вот как вы чистите я с вами потолкую так джек давай поработаем немного на совесть хотя это и сложно прикати сюда тачку и держи поближе ко мне да был был наш джон марстон когда-то опытным стрелком членом дачи банды дачи вандер линде а сейчас он чем занимается доит коров убирает говно и собственно говоря налаживает отношения с семьей офигительно хе-хе-хе ну да ой какашки давай возьму какашку блин такой работой противной заниматься меня еще я на такое не подписывался вы че ой а воняет то как я даже отсюда чувствую о фу капец вот еще одно говно которое убирать нужно ой вонючие как кучи кучи вернее просто я полагаю даже твоя мама согласилась на то что дело почти сделано ты тут заканчивай я пойду посмотрю как дела у нее окей оцелот обигейл разочарована джона в том что он прогнал воров отсюда а чё это плохо что ли они украли нашу повозку и мы должны потерять свой свои товары и свой груз который нам нужен для того чтобы назначена работа я считаю что нет так что правильно сделал да и кому то раньше защищать надо так что считайте что я ничего плохого не делал за это нервится что меня осуждать не беги привет да привет а где джек разгребает говно лопадой все ради лучшей жизни о которой ты мечтал делает то же что я ему это на пользу будет знаю мы сможем тут задержаться и выжить даже не просто выжить и добиться чего я уже устал убегать джон так что ты сам понимаешь и да это тоже я смотрю кофе кто у нас тут есть из вариантов отцовство для начинающих а еще есть том димс ладно на этом предлагаю закончить эту серию так вот она началась кстати у нас сколько денег как посмотреть сколько у нас денег я просто не в курсах а надо нажать на этот нет я просто не знаю сколько денег у меня короче ребята наконец-то я съездил короче вот после этого задания вот еще раз с конюшней смотрите появилась теннисская лошадь странно как-то вообще очень не так ли короче управление покупка лошадей управления теннисская что можно с ними сделать оседлать да уход внешний вид так снаряжение это не надо внешний вид нет уход вот переименовать переименовать давайте дадим ей имя нормальное другое не теннисская почему просто теннисская давайте дадим эрнандес эрнандесом назовем его рэйчел и эрнандес вот вот это две лошади Джона Марсона а вот у нас сколько денег 14 долларов всего странно 1 доллар стоит такая лошадь я что-то вообще удивлен как-то ладно дофере лошади заслужено 1 1 1 этот господи уровень 1 короче говоря вот такие вот дела а были мы вторую лошадь не знаю почему она появилась только после того как я выполнил второе задание странно почему удивительно что ее раньше не было ладно что там такое кому чё надо от нас а ходишь вроде бы как обычный мужик а тебя подстрелили у вас все в порядке меня укусила змея а а а выпей вот это это тебе поможет это лекарство спасибо спасибо я перед вами в долгу мистер надеюсь я могу вас отблагодарить я пошел отсюда мне здесь что-то не нравится больше да не благодари делов то всего а не лезь больше к змеям и все такая вот лошадка у артура моргана был конь по имени андреас который которого убили пинкертоны и Джон Марсин у которого два коня Рэйчел и Ронандес Ох ё-моё какие бригады господи вот как правильно надо говорить ладно на этом точно все на сегодня закончим с вас лайкос подписывайтесь а с меня эпичные видосы подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу вконтакте всем пока